вот такой прекрасный вид ребята я тут разворачиваюсь тихонечку значит напоминает тебе о важнейшем принципе в вождении задним ходом всегда только очень медленно вот и все это как говорится такая вот аксиома даже если тебе у тебя там сзади все свободно казалось бы да все равно очень медленно да он лишь какая собачара ходит здесь такая калифорния так я прохожусь ребята где-то недалеко от музея заповедника поленова куда я думал сейчас высадится и там как говорится поснимать прогуляться сколько это будет возможность я не знаю как сейчас получится все хорошо думай да я знаю что все совсем нехорошо прекрасно знаю именно про это я тебе и говорю что во первых что бы там кто и где не говорил имеет значение только мое мнение я тебе говорю что все хорошо я и я так хочу я против всего того абсурда что везде и всюду происходит что происходит и в частной жизни и в общей жизни всего этого абсурда который навязывается мне тебе должен быть момент когда ты можешь просто спокойно выдохнуть когда ничего и никто тебя никуда не тащит когда тебя ничего совершенно не тревожит когда тебе ничего совершенно не угрожает должен быть просто этот момент не обязательно ты в этот момент примешь какое-то охрененно разумное решение и эффективное совершенно не обязательно должен быть именно этот момент который называю аристократизмом мысли да я прихожу к выводу что аристократизм это то к чему любой человек должен стремиться в 21 веке то к чему я стремлюсь потому что если человек работает как загнанная лошадь именно как загнанная лошадь на какой-нибудь лошадиной работе нелюбимой лошадиной работе и у него нету ни сил ни времени прежде всего сил ни о чем подумать подумать широко охватить взглядом свою жизнь и плюс к этому еще и как говорится регулярно и методично нарушается человеческое достоинство унижается человеческое достоинство вот это друг мой хуже некуда вот этого не должно быть вот этого не должно быть должен быть воздух и вот этому я бы сейчас хотел как говорится посвятить это видео да и вообще в принципе у меня этому посвящен мой канал ну исходя из этого уже понимаешь исходя из того что в твоих мыслях в твоей душе в результате того что ты просто имеешь возможность что-то думать и что-то чувствовать вот то и будет я так думаю то и есть я конечно тебе точно не учаюсь это конечно я естественно не буду так много на себя брать в этом отношении я понимаю что все сложно и все плохо прекрасно понимаю поэтому и тем не менее ну видишь какие тут чудеса у нас все час езды от моей следовательской станции вот кстати говоря еще раз к той же теме что мы не видим и не знаем того что у нас перед носом вот если ты допустим утрудишься сделать такую подробную ознакомительную прогулку вокруг своего собственного места жительства я уверен ты с удивлением обнаружишь энное количество ценнейших мест куда люди из других каких-то регионов хотели бы приехать да не могут и обнаружив что мало того что ты там не был в этих местах да ты еще вообще в принципе о них существовании и не знал вот это я считаю по-настоящему обидно может быть благородный митсубиси старенький здесь вижу реверсивное движение по мосту организовано ремонт моста по-видимому то ли нагрузку он уже не может нести сразу на две машины то ли одну полосу делают что тут я не знаю вот так друг мой сейчас прогуляемся подумаем о чем подумаем это уже второй вопрос и я ты уж меня прости я выступаю за свободу и конечно тут тоже это сложная философская метафизическая категория я имею ввиду свобода и безусловно так и есть что свобода это трудно да абсолютно так и есть и большинство людей действительно предпочитает быть не свободными потому что так удобнее так легче все это я прекрасно понимаю и при этом при всем при этом при всем свобода во всем о чем хочешь о том и думай и как говорится как хочешь так себя и проявляй ну естественно как любят говорить в таких случаях в рамках уголовного кодекса уголовный кодекс это уже культура человека человек как говорится воспитанный что называется нормальный в лучшем смысле этого слова то уголовный кодекс ему не нужен хотя тут тоже интересный вопрос здесь очень хорошо сказано в фильме асфальтовые джунгли что исчезнет полиция и чикаго превратится в джунгли так оно и есть никто не знает как все мы будем себя вести если настанет полное беззаконие нет я знаю как я буду себя вести я буду себя вести точно так же так же как и нормальные люди но много кто не будет себя вести точно так же поэтому тут такие вещи как говорится понятно что речь идет о ментальной свободе о свободе творчества и самовыражения ну а так же о свободе конечно безусловно свобода выбора меня и самого смущает моя свобода я уже неоднократно говорю что сейчас тот момент моей жизни когда я я обладаю огромной свободой просто не виданные для себя раньше и я думаю что то что сейчас у меня в жизни это одна из максимальных степеней свободы какая только вообще возможно вот так ну и как говорится это это может быть непросто и это и есть непросто но пока я до конца не загрустил мы с вами уже приехали вот заповедник поленово сейчас я а что у нас там это самое внутрь там даже парковка вообще странно что они уже закрыты а вот туда поленово а ну да 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 вот здесь прокуратteil аккуратненько сворачиваем сейчас на протяжении этого видео я вот туда подъедем уже я здесь уже был я сюда сейчас в данный момент приезжаю во второй раз ну и ребята так, я сейчас либо бегу пройдусь, либо вообще не пойду, и поеду сразу назад не знаю, это тоже может быть вполне в моем духе, посмотрим ну, так же как и перед яльщиком, тут все заставлено машинами, которые, видимо, я думаю приехали покупаться, возможно а вот, вот, вот вот так, да, вот так вот сюда теперь, вот и сейчас нас вот здесь, я думаю должны пропустить сейчас нам скажут, что а, слуга, с меня 200 рублей, я так думаю здравствуйте, а на территорию? 300 рублей так спасибо большое стойте держите ага ну вот, я не знаю, что вы видели спасибо и